В эфире четвертого канала программа 7 дней прибужья. Меня зовут Даниил Верковский. Я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем сегодня. Важное событие для всей страны. Сегодня референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Развитие животноводческого комплекса «Новый телятник» в деревне Сбироги. Возложение урок мужества праздничный концерт. В Беларуси отметили День защитников Отечества. А теперь более подробно. Сегодня важный исторический и политический день. 27 февраля в Беларуси проходит референдум по принятию новой Конституции страны. Буквально через несколько часов станут известны результаты народного голосования. Очень активно жители Брестского района голосовали досрочно. Наши корреспонденты побывали на некоторых избирательных участках. На избирательном участке номер 16, который располагается в селесполкоме деревни Тельма-1, зарегистрировано более 2000 человек. Многие из них решили отдать свои голоса досрочно. Как правило, утром приходят пенсионеры, обед – время для трудящихся. Ближе к вечеру избирательные участки посещают и целыми семьями. «Я по всем, в принципе, поддерживаю наше государство. Касается, что медицина, очень впечатлило, что говорилось, потому что очень сегодня поддерживается медицина». «Голосую за нашего президента, за мир, за правду, ну и за все остальное. Пусть будет мир везде. Не дай бог войны и всего. Спасибо, что он поддерживает мир у нас и правду». Сделать свой выбор, выразить позицию по отношению к предложенному варианту Конституции Беларуси люди приходят инициативно, отмечают наблюдатели. Причем не только по одному или целыми семьями, даже коллективом. Так, в агрогородке Висточчо, на избирательном участке номер 13, сотрудники агросада «Рассвет». «Считаю, что каждый гражданин должен выявить свою позицию за он или против, но проголосовать должны все. Это гражданская ответственность». «Это важно для людей, для дальнейшей жизни, изменения новые, новшества новые какие-то. Ну и для наших будущих детей, всех наших матерей, отцов, дедов». «Принял участие в досрочном голосовании. Естественно, поддерживаю те моменты, которые, значит, их там много, поэтому поддерживаю. Было много встреч и в нашем коллективе. И люди в основном поддерживают вот эти изменения, которые вносятся в Конституцию». Всего на этом участке в списке 875 граждан. Более 25% из них свой выбор сделали досрочно в первые три дня. Коллективно проголосовать решило и соседнее хозяйство – чернавчицы. «Периодически все граждане Республики Беларусь должны делать серьезный выбор относительно всей страны. Выбор важный, выбор нужный, и каждый ответственный гражданин должен сделать этот выбор. Каким он будет, конечно, это дело каждого. Но то, что нужно прийти и сделать выбор – это обязательно». «Я считаю, что референдум – это очень важная часть нашей жизни, всей нашей страны. То есть от того, какой человек сделает выбор, зависит наше будущее. Поэтому это гражданский долг. Я считаю, что все люди должны прийти на голосование, проголосовать, как считают нужно». Проголосовать на Чернавчицком избирательном участке номер 10 только за три дня пришло почти 40% зарегистрированных. Это почти 700 белорусов. «Маленькие нюансы есть, но они могут быть всегда везде. Всем угодить невозможно, но в целом я считаю изменения рациональными». На участке номер 18, что в агрогородке Муховец, желающих проголосовать осрочно, также немало. Всего в списке 1680 человек. Большим коллективом пришли работники племзавода Муховец. «Это долг каждого гражданина, который патриот своей страны, который любит свою родину. Все мы знаем, что ситуация в жизни меняется, все не стоит на месте, мы развиваемся, у нас экономически развитая страна. Поэтому мы пришли к тому, что нашей стране нужны изменения». Всего в Брестском районе работают 29 участков, где можно сделать свой выбор. «Люди с ответственностью относятся, и, конечно же, каждый человек хочет внести в принятие изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Потому что каждому человеку важно понимать и знать, в какой стране ему надо будет жить, в какой стране будет жить его детям». Выразить свое отношение к новому варианту главного закона страны с помощью бюллетеня на избирательных участках еще можно до 8 вечера. Вырастить здоровых и полноценных животных – основная задача сельского хозяйства. От того, как содержатся молодняк, зависит то, насколько сильным и здоровым будет взрослое поколение. Специалисты стараются создать для этого все возможные условия. Одно из них – строительство телятников. Такой объект сейчас возводят в хозяйстве «Молодая гвардия». Процесс на финишной прямой. На молочно-товарной ферме «Сбироги» общее количество крупного рогатого скота – 1400 голов. Половина из них – дуэное стадо. Острое необходимость строительства телятника возникла два года назад. Одного не хватало для размещения животных. Стройка началась в 2020-м исключительно за счет финансовых вложений предприятия «Молодая гвардия». На сегодня сумма затрат составляет полтора миллиона рублей. Новый объект рассчитан на 400 голов. Сейчас мы находимся на завершающем этапе строительства. Это подвезные пути. Дальше будут оформления документов. Ввод в эксплуатацию данного телятника. В течение месяца мы планируем заселить этот телятник скотом. В течение стройки несколько раз менялся проект объекта. Но что примечательно, в основе материалы исключительно белорусского производителя. Кирпич, блоки, все железобетонные конструкции – это Кобринские ССК. Кирпич, Кричев. Стратегическим направлением предприятия «Молодая гвардия» является развитие животноводства. Создается стабильная кормовая база под планируемые объемы производства животноводческой продукции. Проводится реконструкция и модернизация животноводческих объектов. На территории молочно-товарной фермы «Сбироги» два коровника, где содержится дойное стадо. В планах на год строительства третьего. Его будут возводить также за счет предприятия. На данный момент большая скучность скота и не хватает спальных мест. Для того, чтобы разгрузить нам остальные фермы, так как у нас их три на данный момент молочно-товарные. Ферма «Косичи» и ферма «Черни». София Бережная, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Чтобы знали и не забывали. 23 февраля – дата значимая для многих. В каждом уголке страны поздравляли защитников Отечества. Вспомнили и тех, кого уже нет, ведь память о них навсегда. Также в этот день прошли уроки мужества. Подробнее в следующем сюжете. На уроки мужества будущие защитники Отечества и не только. Сейчас они совсем юные, но точно знающие. Родину в беде не оставят. О том, что быть военнослужащим нелегко, понимают. Здесь особая ответственность и особая дисциплина. Самое тяжелое – ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно соответствовать этому званию воина, солдата, офицера и вообще военнослужащего. Учителя таких занятий – люди, которым пришлось усвоить урок мужества буквально. И они никогда не забудут, что такое настоящая война. Воины-интернационалисты. Главный урок – это иметь друзей хороших. Это, наверное, самое главное. У нас в WhatsApp есть группа, с моей ротой группа. У нас где-то человек 70-80, может сейчас уже даже побольше. В которой мы все между собой общаемся, мы все встречаемся. Вот афганцы с нашей ротой, мы все встречаемся, собираемся. Ездим на дни рождения. Я здесь, в Беларуси, один живу. Остальные в разных уголках планеты. И это не мешает им видеться, поддерживать друг друга и помогать. В первую очередь мы, наверное, хотели донести своими разговорами, что такое война и что это она несет. Чтобы это не повторялось никогда. Ну и главное, чтобы школьники врастали нормальными людьми, патриотами своего родины. Я думаю, наверное, нам как можно больше с детьми беседовать, рассказывать о историческом прошлом, о Великой Отечественной войне. И о хорошем надо говорить, и о плохом. И сравнивать то, это, и говорить так, так, так. Символично, что такой урок прошел именно в День защитников Отечества. О своих героях ребята помнят и знают. Мой крестный воевал в Афганистане. Я знаю то, что он был контужен, у него много наград. И то, что он вернулся хорошо. И у меня есть прабабушка, которая воевала в Великой Отечественной войне. Она дошла до Берлина. День защитника Отечества – это тот праздник, когда поздравляю тех людей, которые воевали, которые были на войне, которые каким-то образом помогали, спасли наши жизни. Главные защитники в моей жизни – это мой папа и мои братья старшие и младшие. В тот день в агрогородке Муховец также возложили цветы к памятнику погибшим землякам. Почтить их память собрались представители исполнительной власти, ветераны молодежь. Затем все направились на аллею памяти. Здесь установлено около двух десятков памятников солдатам Красной Армии, привезенных из Польши. В День защитникового Отечества, 23 февраля, традиционно в Брестском районе, общественные организации, исполнительные комитеты и молодежь, ветераны, как правило, дают дань памяти тем, кто защищал нашу землю. Это один из дней, когда мы можем вспомнить о них, когда мы можем почтить их память. И этот день позволяет нам не забывать о тех событиях. Анна Бойкевич, Василий Полховский, 7 дней прибужья. В продолжение темы. В Чернавческом доме культуры состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. Как это было, узнаем прямо сейчас. Объединение «Белая Русь» активно принимает участие в общественной жизни Брестского района. А их давние друзья и партнеры в реализации различных акций – военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка. Для них в преддверии Дня защитника Отечества «Белая Русь» подготовила праздничный концерт. Думаю, что мы еще совместно с военнослужащими будем реализовывать не одни совместные акции и проекты. И главное, чтобы в нашей стране был мир и покой. Концерт начался с награждения лучших бойцов. А атмосферу праздника дарили лучшие музыкальные коллективы района. Каждый мужчина нашей страны – это потенциальный защитник. Даже если он не служил где-то своим трудом на производстве, вносит посильный вклад в оборону нашей страны, в укрепление экономики нашей страны. И, безусловно, это очень-очень важно. Слова поздравлений, песни и стихи звучали со сцены Чернавческого дома культуры. Все для того, чтобы подарить праздник военнослужащим и поблагодарить за их ратное дело. Концерт – это благодарность нашим защитникам. Поэтому мы в честь военных, которые здесь присутствуют, создан этот концерт. И я думаю, что они будут благодарны. Мы тоже благодарим от всей души. Те, кто стоит на страже мира и безопасности, достойны уважения и искренних поздравлений. Офица – это честь. Офицер не становится выше. Ибо жизнь не несет. Этот их сбранный чин до Христа. Екатерина Косынюк, Людмила Салтинна, Тиграна Копян. Семь дней при Бужье. На сегодня вся информация. Оставайтесь на «Беларусь-4» и «Брест» и до встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова